привет сегодня я вас проведу в новый манинск где много чего нового и интересного приятного просмотра по многих местах города начинают появляться реальные бренды и магазины у меня получилось что в еленском районе появилось два автосалона тойоды и кио отправлять посылки раньше было невозможно а теперь появились отделение новой почты а также отделение приватбанка в районе чфаева появилось довольно большое количество новых зданий а именно два гаражных комплекса торговый центр в котором расположились популярны в манинске магазины такие как а т.б. макдональдс и трилистник также презентационные автомобили с автосалонов еленском районе автостанция для пригородных направлений и жидо станции у меня есть свой дискорд канал где общаюсь и выкладываю эксклюзивный контент переходи по ссылке в описании буквально на днях в манинске открылся первый железнодорожный вокзал это стало знаменательным событием так как теперь североморский и манинский федеральные округи соединены железнодорожным сообщением уже сегодня в неолексбург с манинского вокзала отправился первый пассажирский состав его прибытия в неолексбург официально ждут на канонерский вокзал также министерство путей сообщения сфр сообщила о том что нжд и мжд подписан договор о совместном использовании транспортной инфраструктуры жд для оптимизации затрат и ведения единых тарифов на территории федерации а также о доступности вокзала на данный момент с манинского вокзала очень удобно уехать на нескольких видах транспорта так как вокзал находится на выгодном транспорта пересадочном узле да и вправду чуть западнее центрального района появился огромный вокзальный комплекс в котором расположился офис мжд и маленький торговый центр к вокзалу прилегает кольцо трамвая станция метро и междугородная автостанция манинская арена была построена центральном районе города снаружи находится парковка и пустынные пространства засеянные травой внешняя часть здания напоминает мне тарелку с супом ну с обычным синим супом залетев внутрь мы увидим буфет где до и после игры люди смогут перекусить едой которые они купили этажом ниже взлетая в зал мы увидим средний количество сидящих мест один вип-зал и выспит старый спектак на самой арене проводятся матчи хоккейного клуба также между матчами каждый желающий может кататься на коньках или хотя бы научиться в центре появились новые здания со сталинских времен взяты с района новая деревня в санкт-петербурге гуляя по городу я не понимал чего так темно на улицах и я догадался поставить освещение на дорогах и в парках после прогулки я раньше задумывался где бы отдохнуть поэтому во многих местах появились удобные лавочки и для чистоты установлены урны набережной реки появилась больше деревьев и травы я считаю данное решение намного лучше чем пустыри а если у тебя есть идея по постройке чего-либо на таких пустырях тоже до тебя в комментариях а теперь любимые не алексом городские панорамы а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...